Рядом с Медвежьиозерским домом культуры возвышается новый детский садик с бассейном. После открытия в него смогут поступить более 240 юных жителей поселения. Но пока строительные работы на объекте подходят к завершению. Степень готовности 94%. Это один из трех детских садов в Щелковском районе, работа над которыми идет в рамках губернаторской программы «Наша Подмосковья». Уровень прогресса в строительстве обсудили на выездном совещании, в котором приняли участие представители районной администрации и компаний-подрядчиков. Так, практически завершена работа над системой теплоснабжения и монтажом вентиляции. На 95% готовое электроснабжение. Снаружи обустраивают входные группы и устанавливают малые архитектурные формы для детей. Те темпы, которые сейчас заданы, и объем выполняемых работ соответствуют ежедневному графику контроля. По другим садам прогресс значительно меньше. И так, в детском саду на 170 мест в первом советском переулке города Щелково кровля готова всего на 50%. Фасад строители обещают закончить к 5 марта. Руководитель районной администрации обозначил основные виды работ, которые необходимо форсировать. Кровля, закрыть теплового контура и отопление. Кровля 50%, отопление, первый и второй этаж, радиаторы смонтированы. Кровля, опять же, до конца месяца, до 28 числа, полностью 100%. Замечания на совещании смогли озвучить и заведующие новых детских садов. Так, в том же объекте на первом советском переулке, будущие сотрудники садика недовольны оборудованием, прописанным в проекте. В саду на территории бывшей воинской части в новом городке Алексей Валов отметил неплохой темп работ за неделю плюс 6%. Ведем клеточные работы по облицовке полов, отопление, стояки запущены все, монтируем радиаторы. Выездное совещание прошло на базе самого крупного сада в Медвежьих озерах. Следующий состоится на другой площадке в новом городке. Помимо еженедельных встреч, сотрудники администрации держат строительство всех социальных объектов на ежедневном контроле. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».